С нами на связи Рифас Чубаров, глава Межлиса Крымско-Татарского народа. Рифат Ага, очень рады вас видеть в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Я думаю, что мы сейчас поговорим о ситуации. В принципе, ситуация меняется, и в военном плане она меняется, чего стоит только взрыв на Керченском мосту 17 июля этого года. Рифат Ага, скажите, пожалуйста, каким образом, по информации вашей, вот эти события на Керченском мосту повлияли внутри на позиции, на строение крымчан, которые ждут вооруженные силы Украины, и тех жителей временных Крыма, которые, скажем так, поддерживают российско-оккупационные войска? Действительно, тот взрыв, два взрыва, подрыва Керченского моста, они приобрели очень большой резонанс в Крыму, прежде всего. Но сразу же не забудем о том, что буквально через два дня, ночью 19 июля, также начались взрывы и большой пожар на полигоне в Кировском районе Крыма, и где хранились очень большие запасы боеприпасов, вооружения. Два дня продолжалась детонация. И вот эти два события, они, конечно, оказали очень большое воздействие на настроение людей, которые живут в Крыму. Если мы говорим о тех сотнях тысяч жителей Крыма, которые остаются верными украинскому государству, они получили очень мощный заряд такой поддержки своим ожиданиям на скорейшее освобождение Крыма. Но другая часть, а их тоже немало, особенно, имея в виду миллион граждан России, незаконно поселившихся в Крыму после его оккупации, они, конечно, испытывают сейчас очень большое беспокойство о своей будущей судьбе, потому что они тоже осознают, что освобождение Крыма неотвратимо. Я не могу сказать, что там есть такая массовая паника, что все побежали в сторону моста Керченского, который сейчас в ограниченном режиме, но функционирует. Правда, вчера ночью дважды останавливали полностью движение, потому что объявляли воздушные тревоги. И сегодня даже утром местные гауляйтеры дополнительно объясняли людям, что такое наступило время, и они должны следить за целостностью, безопасностью этого моста. В общем, такого массового бегства нет, но цифры тоже говорят о тенденциях. Вот я выписал сегодня на 13.30 21 июля, в очереди на Керченский мост со стороны Керчи, то есть на выезд из Крыма было 700 машин в очереди, а со стороны, собственно, территории России было 150 транспортных машин было. И поэтому это говорит о том, что количество выезжающих из Крыма, несмотря на вот эти объявленные потоки туристов, по мосту и через паром они намного меньше в Крым, чем выезжают из Крыма. Нет, разумеется, он не является безопасным, потому что Керченский мост является прежде всего военным объектом, и в любой момент по нему может быть нанесен удар, исходя из целей и задач вооруженных сил Украины по защите территории собственного государства. И поэтому, если нас каким-то образом могут видеть или слышать на территории России, я еще раз хочу повторить, что нахождение человека на военном объекте полностью возлагает всю вину за то, что с ним может произойти на самого этого человека. Я еще хочу вас спросить, потому что мы сегодня анонсировали наше с вами общение и говорили о том, что поговорим, какие события очень важные сейчас проходят на территории самого Крыма, поговорим о подполье. Я вот очень традиционно с вами всегда, когда общаемся, имею такую возможность исчезть, спрашиваю вас о деятельности определенных подпольных организаций, в частности таких, как и «Желтая лента». Я, насколько знаю, там и количество активистов и участников увеличилось, в особенности в 2023 году. Насколько я понимаю, деятельность, даже несмотря на то, что сегодня это очень, ну, скажем так, рискованно действовать на территории Крыма в составе подпольной организации, мы понимаем, да, это подготовительная работа для, ну, прихода все-таки вооруженных сил Украины, но такие действия, они все-таки проводятся. Вот у вас хотела спросить из того, что можно озвучивать, насколько сегодня подполье на территории Крыма имеет возможность делать такие предподготовительные работы для прихода вооруженных сил Украины? Ну, смотрите, мы можем говорить ровно настолько, насколько можем говорить, когда речь идет о оккупированной территории, тех людей, которые там живут. Для нас самое главное – это то, что очень большая часть населения Крыма, я повторяюсь, это сотни тысяч людей, они демонстрируют неприятие российских оккупантов, российской оккупации, и стараются, конечно, это делать в таких формах, но которые напрямую, ну, скажем так, не грозит для них арестами, потому что последние особенно годы, ну, это шло поступательно с 2014 года, с момента оккупации Крыма и расширения российской военной агрессии против Украины, ну, по сути, расширения войны против Украины, российские законодатели, они ужесточали ведь и собственное законодательство, и теперь дошли до регулирования таких вопросов, когда любое слово, несогласие, высказанное жителями, живущими на оккупированной территории, грозит им большими сроками заключения. Но мы сейчас, может быть, не будем говорить вообще об избирательности путинского режима по отношению к людям. С одной стороны, тысячи военнослужащих, набранные в тюрьмах, они могут идти военным маршем на Москву, сбивать самолеты, убивать людей, и за это им ничего может не быть. Более того, их отправляют в какие-то лагеря, чтобы они как бы пришли в себя. А с другой стороны, человек, который просто скажет о том, что Россия развязала войну против Украины, рискует попасть в места лишения свободы. И поэтому люди выбирают те формы поведения, которые, с одной стороны, но демонстрируют русским оккупантам то, что здесь, в Крыму, есть люди, которые не сломлены. И вы уже сказали, там и желтые ленты, и нанесение различных изображений цветами украинского государственного плага, надписи. Это поддержка политзаключенных, когда люди собираются на судилище по отношению к нашим гражданам Украины. Но, разумеется, мы все себе отдаем отчет, что с приближением вооруженных сил Украины к административной линии, с Крымским полуостровом, это поведение людей будет приобретать еще и другие какие-то формы, но более активные, скажем так. Но об этом, в общем-то, догадываются и оккупанты тоже. И поэтому параллельно тем событиям, которые происходят вокруг Крыма или в Крыму, они, конечно, пытаются максимально ужесточить контроль за крымским обществом. А это они умеют делать только путем ужесточения преследования мирных жителей. О месседжах, которые ныне также звучат на российских пропагандистских ресурсах, не так давно представитель президента Украины Томила Ташева по Автономной Республике Крым в интервью Newsweek говорила о том, что после деоккупации Крыма Украина выдворит от пяти сотен до восьмисот тысяч россиян, которые прибыли на украинский полуостров после аннексии со стороны России. Также, по словам Ташевой, Киев планирует внести в так называемый черный список около десяти тысяч украинцев, сотрудничавших с оккупантами. Такой вопрос, который ныне российская пропаганда взяла это заявление и, понятное дело, изменила его до неузнаваемости. Якобы говоря о том, что все жители Крыма, которые получили российские паспорта в процессе незаконной паспортизации, они будут выдворены. Что ждет жителей Крыма, которые ждут возвращения украинского флага над всеми городами автономной республики, но которые взяли паспорт Российской Федерации, без которого жить на территории полуострова попросту невозможно? Ну, во-первых, я по поводу количества коллаборантов, я думаю, что по мере приближения освобождения Крыма и с принятием усовершенствованием законодательства Украины сейчас готовится ряд изменений в действующих законодательствах Украины, в том числе, что касается оккупированных территорий. Я думаю, что просто будет дифференцироваться отношение государства к тем своим гражданам, которые жили в условиях оккупации этих территорий достаточно длительное время. Ну, десятый год, как Крым оккупирован. И, соответственно, разумеется, получение паспортов, и об этом уже многократно говорилось, и это зафиксировано в международных документах, получение паспортов называется в Крыму по сути как навязанной паспортизацией, вынужденной паспортизацией, насильственной паспортизацией. И этот термин вошел и в резолюции Генеральной Ассамблеи и ООН. И позиция нашего государства, которая закреплена в законодательстве, что навязывание паспорта, принудительная паспортизация ни в коей мере не приводит к изменению правового статуса этого гражданина. Он остается гражданином Украины, и он не может считаться гражданином России. Об этом прекрасно в Крыму знают, но понятно, что российские оккупационные органы власти, они пытаются как можно больше испугать людей, живущих в Крыму, тем, что они получив навязанные им паспорта, как бы нарушили законы украинского государства. Это первое. То, что касается по поводу выдворения, но здесь, конечно, позиция всех и политиков в Украине, и специалистов, правоведов в первую очередь, она практически единая. Все те, кто поселился на оккупированных территориях, в том числе в Крыму, с момента его оккупации, а для Крыма эта дата определена решением Европейского суда по правам человека, 27 февраля 2014 года, это дата, с которой Россия начала осуществлять эффективный контроль над Крымом. То есть, это дата, с которой Крым считается временно оккупированной территорией. И поэтому любой человек, кто поселился в Крыму после 27 февраля 2014 года, он находится на территории Украины незаконно. Соответственно, мы рассчитываем на то, что большинство из них, из таких людей, не будут ожидать вхождения вооруженных сил Украины, возвращения и восстановления законных органов власти Украины, а все это начнется с деятельности военных администраций, потом военно-гражданских администраций. Мы рассчитываем, что подавляющее большинство таких нарушителей закона, они выедут сами, покинут Крым, ну а те, которые, конечно, будут надеяться на какое-то особое к себе отношение, они его не получат, потому что они действительно находятся незаконно на территории Украины и по закону они будут выдворены. Рифат Ага, спасибо вам, Крымба Украина, напомню тем, кто этого не знает либо забывает, Рифат Чубаров был с нами на связи, глава Медшлиса Крымско-Татарского народа. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.